приветствую всех кто зашел к нам на огонек сегодня такой вот у нас автомобильчик lexus gs 430 который я буквально позавчера купил забрал автомобиль еще грязный даже не мытый на зимней резине таких забавных но оригинальных дисках которые я еще никогда в жизнь даже на фотографиях не видел но это ни о чем не говорит я обойду вокруг машинки покажу вам какие-то мелочи которые мне сразу же приглянулись какие-то мелочи мне не понравились должен сказать что автомобиль едет замечательно очень хорошо стоит на дороге в общем больше 230 я не разгонялся в общем зимняя резина скоро оденем уже лето тогда будет в ром в ром машинка в общем очень тихая сделано наверняка под американский рынок я не могу сказать что она какая-то валкая она очень четко рулится давайте откроем нажимаем на всякие кнопочки машина невероятно ухожена должен в общем сказать большую преднательность передать предыдущим хозяевам машина ухожена на лексусе журнал ухода полностью все отштамповано что приятно первое что мне бросилось в глаза вот это среднее дерево на средней консоли блестит точно так же как на дверных картах это уже очень много говорит о таких дотошных хозяев которые любили эту машинку на задних сиденьях вообще такое ощущение что никто не сидел сейчас откроем затемненные боковые стекла и задние давайте мы ее заведем просыпается такой зверушка 8-цилиндровый пробег 165 тысяч как вы видите последствия у нас здесь что должен сказать что конечно если сравнивать машину скажем ну скажем с тем же е-класса мерседеса она салоне несколько теснее что самое забавное средний подлокотник шире чем на мерседесе и два пассажира спереди сидящих метр девяносто не трутся локтями как это происходило в е-классе ну например вот это этот карман двери у меня достаточно длинные пальцы но туда залезть и что-то оттуда достать не знаю это должна быть видимо такая японская маленькая ручка лучше даже женская заметно работает стеклоподъемники совершенно синхронно ездят оба и вверх и вниз и задней точно также с приятным звуком это все происходит на мой вкус чуть тихая мигалка но ко всему же можно привыкнуть давайте я выключу его а то ветер дует наверняка вот помехи на видео тачскрин изумительно работает сразу же реагировать но конечно же это такая допотопная система но в нее влезать мне не хочется потому что сам понимаете на нее завязано очень много и климат и расход и все остальное я думаю что будем работать с чейнджером компактных дисков которые находятся в этом достаточно большом бардачке я думаю что вместо него просто поставим хороший аппарат все управление будет работать на руле но это такие детали тоже таскать шаг номер 28 прекрасно все сохранилось козырьки работают лампочки все работают в отличие от несчастного но не хочу материться от несчастного 210 где все ломалась отваливалась не хочу ругать машину я знаю что у нее много фанатов и моем предыдущем видео в общем он еще был в приличном состоянии заведемся и откроем моторный отсек двигатель совершенно сухой явно его не мыли не готовили к продаже все наклеечки на месте все шепчет как это в общем-то должно быть такой ухоженной японской женщины наклеечка в усмении для меня на 135 тысячах очень чистенько ровненько аккуратненько но уж меня извините цены что я такие слюни распускаю но вы сами понимаете какого радость владельца когда он достается автомобиль в таком в общем можно сказать замечательном состоянии капот открывается скажем так с пяти сантиметров аккуратненько его уроним об и он закрылся точно также открываются закрываются двери точно также абсолютно все работает тихо ненавязчиво как принципе она все и должно быть давайте откроем багажный отсек полюбуемся на него но заодно и лючок бака тоже чок бака выглядит вот таким образом тоже все чистенькая багажник выглядит в общем есть ничего особенного ровным счетом нету есть инструменты которые я сейчас одной рукой естественно распечатывать распаковывать не буду предыдущий владелец был большим педантом он даже замотал треугольник аварийной остановки в такую тряпочку чтобы он не принчал оригинальная литое колеска ну и все вокруг вы сами прекрасно видите вы я так в общем предполагаю те люди которые смотрят эти видео гораздо больше разбираются в этих автомобилях чем я поэтому порадуйтесь вместе со мной багажник закрывается тоже вот здесь специально есть такая пимпочка с таким приятным легким хлопком номера ну кто кому не лень погуглите это буква цифра сочетания вы долго будете улыбаться такие жирные фонарики конечно забавно сейчас в эти времена видеть ксеноновые головные фары и галогеновый дальний свет на видео этого конечно незаметно но они настолько разного цвета это очень забавно мило так да я думаю на этом мы с вами первое такой такой первый мимолетный обзор закончим я еще раз пройдусь по салон чтобы вам все показать оригинальные коврики тренировку скорее всего я сниму заднего стекла из боковых стекол тоже потому что во первых это ним не мой стиль во вторых когда ночью темно в темноте едешь задним ходом конечно ни черта назад не видно на этом я с вами временно прощаюсь дорогие зрители до ближайших встреч